Вопрос начала отопительного сезона звучал также на традиционной планерке у главы района. Обсуждались и другие темы. Первым делом глава района поздравила всех учителей с профессиональным праздником, а уже потом перешла к рабочим вопросам. Алена Закольская отметила, что все звонки клинчан, поступившие перед прямым эфиром на нашем телеканале, получат ответ. В целом, вот если в целом брать, то все вопросы под контролем. Другой вопрос, что нельзя сразу решить все. Снос домов на Мира, дополнительный маршрут из Клин-5 до вокзала, большой круг вопросов по ремонту и строительству. Все они переданы замам по направлениям, но остаются на контроле главы района. Что за ситуация с вентиляцией в сданных домах, как я понимаю, еще по программе 2012 года? Выходили на место факту, а есть, конечно, нарушение монтажа. Значит, вот сейчас эти вопросы разнимаются. Как-то разговаривали непосредственно с компанией? Что они предлагают? Сегодня они приезжают на тему, продолжим разговоры. Олег Васильевич, доложите мне, пожалуйста, после совещания. Мне нравится оперативность, то есть все слышали эфир, свои вопросы, я уверена, вычленили. И поэтому я прошу сразу же оперативно на них отвечать. Алексей Лавров доложил пожароопасную обстановку. Сектор по рекламе, ситуацию с незаконными счетами. А главы поселения получили задание проверить все строящиеся объекты на территории СНТ и деревень. При отсутствии разрешительных документов и согласований штраф будет неминуем. Сейчас эту работу планово надо начать. Тем более, что сейчас будет хорошо видно, где какая стройка идет. Традиционно Алексей Лабутин доложил обстановку с заболеваемостью. По его словам, всплеска нет. Но чтобы его предотвратить, всем руководителям предложили провести вакцинацию прямо в трудовых коллективах. Елена Плеснина, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.